Всем привет! Вы на канале Industrial Tool. Я сейчас нахожусь на стенде компании PIT. И сейчас представитель компании расскажет о своей продукции. Всем привет! Меня зовут Данила. Я тренер по продукту компании PIT. Сегодня рады приветствовать на Mitex. Сегодня хотел бы рассказать о наших новинках. То есть в ассортимент мы активно развиваем линейку 20 вольт. В 2024 году мы хотим получить более 150 единиц аккумуляторной техники. В данный момент ее 80. То есть из новинок у нас представлен новый пылесос, пистолеты для герметиков появятся. То есть эта вариация под мягкие герметики, жесткие трубы. И здесь только под жесткие трубы. То есть сразу же в них реализована подсветка. Во всех реализована антикапля. Появится клеевой пистолет на платформе 20 вольт. Ну и с развитием линейки 20 вольт требуется более большая только отдача. Новые аккумуляторы. То есть мы представляем уже аккумуляторы емкостью 6, 8 и 10 ампер часов. Они уже будут на элементах 21700. Вот он в разбоге. Полностью переработали плату. Новые ячейки. Сделали производитель ячеек HiStar. Состав у них ENR. То есть активно развиваем. Также летом на этих же элементах придут аккумуляторы емкостью 3 Ач. Когда мы делаем не двухрядный, а однорядный аккумулятор. То есть по те же шуруповерты, где мощность растет, более большая только отдача нужна. Но прям такие большие аккумуляторы ни к чему. То есть действие первых часов условно на шуруповерте не каждому нужен. А вот тройка более легкий. Вполне таки понадобится. Также мы развиваем линейку 12 Вольт. То есть у нас появится импакт, гайковерт. В данный момент мы продаем вот такие вот шуруповерты. Это бесщеточная модель, щеточный. У нас всегда были аккумуляторы емкостью только 1,5 Ач. Сейчас появились аккумуляторы емкостью 2 Ач. Также появится вот такой вот компрессор, на котором можно будет выставить давление. При достижении его с работы перепускной клапок он не даст больше накачать. Также можно накачать какие-то колеса. Можно накачивать матрасы, лодки, ну что-то подобное. Когда мы точно знаем, какое давление нам нужно. То есть он также на платформе 20 Вольт, One Power. Также появится из новинок гайковерт мощностью 600 Ньютонов с системой гашения вибраций. То есть это прямо задействована система. То есть она была у многих А-брендов. Мы хотим развиваться и развиваем вот в таком ключе. Также появится секатор. Развиваем садово-парковую технику. То есть у нас в данный момент уже есть газонокосилки на аккумуляторах One Power 20 Вольт. Есть модель с одним аккумулятором, есть модель непосредственно с двумя аккумуляторами. Мы добавляем сейчас секатор туда. То есть добавится вот такая вот небольшая цепная пила. Есть уже в ассортименте действующем большая цепная пила с аккумуляторами 2 по 20. И между ними появится еще одна пила. То есть с одним аккумулятором, но с более маленькой шинкой, такая компактная, одноручная. То есть что-то среднее. Побольше этого, поменьше этого. Ну и садово-парковая техника невозможна без доходовок. То есть это уже действующая модель. Появится вот такая вот модель с удлиненным соплом. Для того, чтобы удобнее работать было тут же. Листу, снег убирать. Также появится в ассортименте триммеры. То есть у нас будет один триммер с аккумуляторами 2 по 20. Но у него двигатель находится не сверху, а внизу. Ну то есть для того, чтобы поймать вот этот идеальный баланс непосредственно. Будет также использоваться диск шпуля с леской, со стандартной посадкой. Ну и одна модель сверху с двигателем. Внизу редуктор, посередине вал. То есть в такой вариации это тоже появится. Также появится аккумуляторный вибратор для бетона. Это не все новинки аккумуляторной техники, которые мы готовы сейчас показать. То есть это часть. В течение года будет еще приходить безумное количество новинок. Но очень важный момент, что какие-то новинки мы сейчас действительно тестируем. Если нас не устраивает качество, не устраивает цена исполнения, что-то не так. Мы не готовы их завозить, они уходят на доработку. Поэтому часть новинок остались в этом году на складе, в офисе. Мы не готовы их показать в силу каких-то своих нюансов и моментов, которые бы мы хотели здесь и сейчас исправить. Дальше развиваем направление оснастки ручного инструмента. В 2021 году мы приняли это решение развивать эту линейку. В прошлом году мы получили первые образцы. Сейчас эта часть действующего инструмента. У нас появляются угольники Свенсона, такого плана угольники. Ну и здесь представлена небольшая часть оснастки. Там же представлен ручной инструмент. Этот ассортимент будет очень активно дополняться. Будем направление это очень активно развивать. То есть ножи, рулетки, ножовки, молотки, отвертки, наборы отверток, пассатижи, бокорезы. Все это активно развиваем. Но здесь нужно понимать историю о том, что хорошо, когда ты выпускаешь электроинструмент. Но электроинструмент это неполноценный успех. Здесь важно и то, как работает оператор, и то, какую оснастку он работает. Оснастка это продолжение электроинструмента. Это всегда так было. И здесь ключевой момент, что здесь мы оснастку именно направлением начали сразу с качества. Если у ПИТа мы заходили действительно с инструмента первой цены и начали бороться за вопрос качества, развития линейки, технологий, то именно в оснастке мы сразу заходим с такого ключевого показателя, как качества. Здесь мы очень не хотим ударить грязь лицом. Ну и одно из наших направлений это бренд Макспиллер, который мы здесь активно развиваем сами. То есть в нем мы выпускаем тепловое оборудование, газ, дизель, электро, набор инструментов мы выпускаем. Ну и выпускаем под брендом Макспиллер вот такой вот переходник. Сюда ставится аккумулятор LXT Makita, здесь посадка ПИТ. Ну то есть он будет стоить до 1000 рублей, это недорогой переходник. Для чего это сделано? Условно будут появляться специфичные инструменты, допустим, заклепочники, те же пистолеты для герметика, это садовая техника. Достаточно активно в России продавалась LXT-система, аккумуляторов у людей много. И попробовать нашу технику вот с таким переходом, не покупая аккумулятор, вполне-таки получится. Также одно из направлений, которое мы сейчас активно решили выпустить верстаки, то есть он его держит до 150 килограмм, у него устроенные резетки. В комплекте будет идти удлинитель 10-метровый, чтобы подключить инструмент, можно будет подключать здесь. Внизу у него стоят ролики, то есть он превращается в тележку, у него есть стопоры. На нем можно перекатывать инстроительные смеси, ну или в край заехать под машину во время ремонта, вполне-таки получится. Также под брендом MaxPiller у нас есть нивелиры, то есть это невысокая цена. Здесь мы используем зеленый луч, 4 глазка по 4 луча. Но у него есть основная фишка о том, что у него вот эта нижняя платформа, она поворотная. То есть обычно вращается либо на треноге, либо как-то еще. Мы же понимаем, что нивелир не всегда используется на треноге, поэтому здесь низ остается, и мы можем вращать сам нивелир. Также под брендом MaxPiller мы выпускаем часть аккумуляторной техники под LXT аккумулятор. Здесь небольшой триммер, есть под такой же аккумулятор снегоуборочная лопата, садовая техника, леску. Ну и средства защиты. То есть мы выпускаем такие щитки, наушники и защитные очки. Средства индивидуальной защиты мы выпускаем в России. Это Суксунский завод, наш партнер является. Это проще, дешевле и выгоднее работать в России. Во-первых, Суксунский завод, он славится своими средствами индивидуальной защиты. Это сертифицированный завод. Делают они действительно хорошие вещи по доступной цене. И везти из Китая, экспериментировать мы очень бы не хотели. Также мы выпускаем снегоуборщики электро, бензо. Бензо в этом году уже не представим, потому что мы их продали. Остался электро. Бензопилы. Газонокосилки. И генераторы. Также появятся. Одно же, кстати, прямо про Макс Пиллер. Здесь мы очень активно развиваем линейку цепей. То есть, есть обычные цепочки. Чиперный, чизельный зуб. Также мы выпускаем цепочки лоу-кикбэк для снижения вибрации. Также мы выпускаем цепочки с твердоспаловными напайками. Которые для мерзлой древесины. Выпускаем цепочки под самый известный типоразмерности, который есть. То есть, под все бренды. Самое распространенное на то, что есть цепочки. Все эти есть в продаже в данный момент. С расширением линейки компрессоров. В 2024 году мы заводим небольшой ассортимент пневмоинструмента. То есть, это самораспространенные нейлеры, гайковерты, краскопульты. Также начинаем работать в сторону систейнеров. То есть, у нас появляются вот такие ящики. Под инструмент, под какую-то мелочевку. Ну и также появятся ящики, которые совместимы с системой L-Box. Вот как раз ключевой момент. Они остались в офисе, потому что мы работаем, сейчас начинаем работать с ассортимой. Но у нас еще появились вопросы именно к качеству продукции. Ну, то есть, там даже не качество, а есть нюансы по исполнению. То, что хотели бы мы исправить, прежде чем показать на общее обозрение всем. Что система хранения для нас, мы ее очень долго ждали, очень хотели долго выпустить. И здесь важно выпустить именно хорошее качество. И чтобы к нам никаких вопросов не было. Чтобы ты купил, оно действительно стоит своих денег. Оно действительно не хрупкий пластик, не пластиковые петли. На морозе не трескается, чтобы на них можно было вставать. Все эти нюансы мы хотели бы сразу учесть. То есть, в данный момент, да, мы на них постояли. Но все равно остались некоторые вопросы, которые мы хотим исправить. Также развиваем электроинструмент. То есть, у нас появляется торцовка, 210-й диск, двигатель под наклоном. Для того, чтобы заварили две стороны под 45 градусов. И сразу же мы выпускаем под брендом Макс Пиллер такие столы для торцовок из алюминиевого профиля. Она универсальна под все торцовки. То есть, это не только для пита, а для всех брендов, которые есть на рынке. Она легкая, то есть, ножки у нее складываются. То есть, раз мы сложили все четыре ножки, убрали, сделать. Также у нас регулируется ширина роликов, высота роликов. Здесь есть как упор, так и ролик непосредственно. Ну, и из таких новинок электроинструмента, это дальше начинаем шлифовать или развивать. То есть, в простонародье их называют жирафы. Вот такую шлифмашинку. То есть, для нас такая сейчас задача в пике сделать инструмент, скажем так, народным. То есть, каждый должен, как домашний мастер, так и профессионал своего дела, должен прийти у нас, аккумуляторную, сетевую технику прийти, купить. А под определенную задачу оно должно работать. И тогда мы уже будем определяться с классом инструмента. Очень важно как раз определить, сделать так, чтобы наш покупатель, не являлся ни каким-то в общих чертах, просто человек, а именно подразделение. То есть, да, оно подходит для работы на отделке, да, оно подходит для работы на стройке, да, подходит для работы в дом. Вот тогда рождается действительно класс инструмента, а не так, что создается какая-то легенда, что-то откуда-то пишется, и все, становится каким-то там инструментом какого-то там класса. К сожалению, так это не работает.